Многие жители района, собственники жилых помещений, получили квитанцию на оплату взноса на капитальный ремонт. В связи с этим у многих граждан, имеющих право на получение компенсации за данную услугу, возникло много вопросов к соцзащите. У нас в гостях заведующая отделом обеспечения социальной гарантии Ленинского управления социальной защиты населения Светлана Запкова. Здравствуйте, Светлана Юрьевна. Добрый день. Расскажите, откуда взялась эта платежка? Как я понял, для многих она стала настоящей неожиданностью. Я думаю, что внимательные жители нашего района многие заметили, что в 2018 году из их квитанции исчезла строчка за капитальный ремонт. То есть плата за квартиру стала чуть меньше, потому что не было этой строки. Это было вызвано тем, что плату за капитальный ремонт с 2018 года будет взимать новая компания. Она называется МособлЕРЦ. Видимо, три месяца было дано им на подготовку новых платежек, и, соответственно, вот эту платежку за три месяца граждане сейчас и получили. То есть жителям района пришла квитанция на оплату взноса за капитальный ремонт за январь-февраль-марр 2018 года. Многим жителям сумма от неожиданности показалась внушительной, а невнимательные граждане и не поняли, откуда она взялась. Причина только в смене поставщика услуги. Вот сменился поставщик. А что это означает для льготников? Для льготников не изменится ничего. Никаких документов не нужно никуда приносить, переоформлять, не сообщать о данном факте. Ленинское управление социальной защиты населения заключило соглашение с новым поставщиком услуги. МособлЕРЦ, точно так же, как и ранее управляющая компания, даст нам все сведения на начисление. Ленинское управление социальной защиты населения начислит компенсацию за все три месяца и уже в мае выплатит ее на счета граждан. То есть льготники района, которые получают компенсацию за жилищно-коммунальные услуги, получат ее в мае в увеличенном размере за счет компенсации капремонта за эти три месяца. И в дальнейшем эта компенсация будет производиться регулярно. То есть никаких действий предпринимать им не надо. Ну, насколько я знаю, сейчас у вас творится определенный ажиотаж в вашем учреждении. Это так? Да, в принципе, большая часть получателей компенсации же это пожилые люди, инвалиды, которым и так тяжело отстаивать свои права, разбираться в законах. Любая новая бумага вызывает у них панику. Ну, как человеку, часто работающему с пожилыми людьми, я бы, наверное, советовала, управляя сектором ЖКХ, проводить предварительную разъяснительную работу. Никто о том, что такая квитанция придет, не сообщил гражданам, хоть в какой-то форме. Пусть это будет статья в газете, либо телевидение, как вот сейчас у нас с вами. И поэтому жители оказались не готовы. Сейчас весна, теплая погода, бабушки на улице собираются на лавочках в очень большом количестве. Обсуждают. И прям отрядами приходят к нам в управление, в управляющую компанию, в МОСОБЛ ЕРЦ, в МФЦ. Их переживания понятны. Скоро дачный сезон, а здесь нужно заплатить такую сумму, чуть ли не тысячу рублей. И еще неизвестно, получат ли они компенсацию. Они переживают. Итак, поводов для беспокойства, как мы выяснили, нет. Но, как говорят в школе, давайте закрепим материал. У вас есть возможность обратиться непосредственно к нашим зрителям. И еще раз проговорить, что это им ничем не угрожает. И все свои выплаты они своевременно получат. Уважаемые получатели компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Если вы в прошлом году получали компенсацию взноса на капитальный ремонт, и вдруг получили квитанцию на оплату капитального ремонта от МОСОБЛ ЕРЦ, не пугайтесь. Квитанцию можно оплатить. Компенсация будет начислена и выплачена Ленинским управлением соцзащиты населения без всякого вашего участия. Никуда приходить не нужно. И волноваться переживать тоже не стоит. Ну что ж, будем надеяться, что после этого обращения ажиотаж у вас немножко схлынет. Спасибо, что пришли к нам на эфир, рассказали все это. А я напомню, что у нас в гостях была заведующая отделом обеспечения социальных гарантий Ленинского управления социальной защиты населения Светлана Запкова.